с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 29 июня три дня специализированных отмечаются сегодня это день партизан и подпольщиков в россии день кораблестроителя в россии и международный день тропиков но теперь о родившихся в этот день в 1849 году появился на свет сергей юльевич витте русский государственный деятель граф почетный член петербургской академии наук ему было суждено подняться от 3-разрядного чиновника до самого влиятельного министра в переломные для россии годы быть председателем комитета министров а затем стать главой осажденного революции правительства именно привитта была введена винная монополия проведена денежная реформа сделавшая рубль на то время самой твердой валюты мира в основном построена великая сибирская железнодорожная магистраль он также был разработчиком основных положений столыпинской еще аграрной реформы и автором манифеста 17 октября 1905 года в 1866 году в этот день наследник российского престола александр будущий император александр 3 помолвлен в копенгагене с датской принцессы дагмарой она принимает православие и под именем марии федоровны становится его женой а затем и русской императрицей дагмара считалась невестой старшего брата александра царевича николая который умер в 22 года от туберкулеза перед самой кончиной николай взял руку своей невесты и вложил ее в руку брата со словами оставляю тебе тяжелые обязанности славный трон отца и невесту которая облегчит тебе это время и брак действительно оказался очень счастливым 1900 год рождается антуан де сент-экзюпери французский писатель автор замечательно детской сказки для взрослых маленький принц кем он был на самом деле летчиком пионером почтовой авиации который прокладывал новые воздушные трассы над сахарой и атлантикой или писателем просто он умел наблюдать и подмечать все на свете благодаря удивительному дару оставаться ребенком до самой смерти до чего же хорошо прибран мир когда глядишь на него с высоты 3000 метров восхищался он 1907 год рождается советский военачальник генерал армии дважды герой советского союза иван данилович черняховский 18 лет он добровольцем вступает в красную армию в апреле 44 назначен командующим войсками третьего белорусского фронта которые освобождают витебск минск гродно другие города феврале 45 генерал армии черняховский смертельно ранен в восточной пруссии ныне это территория польши в тот же день скончался 29 июня 1964 года рождается эстрадный певец сосо павляшвили он приехал покорять москву ничего не имеющим провинциалом а теперь он звезда семенин и человек который поет о самом главном о любви друг другу в 1972 году родилась саманта смит американская школьница которая написала письмо генеральному секретарю цккпсс юрию андропову она приезжала в ссср по его приглашению а потом трагически погибла в авиакатастрофе любопытно что сопровождал ее в поездке по ссср будущий вице-президент страны геннадий янаев события этого дня 29 июня 1922 год федор шаляпин дает бесплатный дневной концерт в большом зале филармонии для питерских рабочих как оказалось последний в россии вечером того же дня артист навсегда попрощается с родиной сын крестьян был скорее сторонником революции нежели ее противником еще задолго до прихода к власти большевиков артист регулярно выступал перед простыми рабочими устраивал даже благотворительные концерты гонорары с которых отходили нуждающимся также славонародникам и даже оппозиционерам исполнял о боже революционный марсельезу и дубинушку вместе с тем после переворота артист например мог сказать в мариинском театре одни собрания ничего знать не хотят полный разброд спектакли идут черт знает как к тому же к нему отовсюду то бишь из-за границы поступало огромное количество приглашений в 1958 году в москве появляется памятник маяковскому на открытие собирается очень много народа торжественной речи произносят представители общественности писатели деятели искусств собравшиеся читают стихи поэта скульптура маяковского выполнена из бронзы и установлена на гранитном постаменте он изображен в позе чтеца с распахнутым пиджаком а в левой руке записная книжка на изготовление скульптуры у александра кибальникова ушло шесть лет архитектором проекта был чуть-чулин который создает деревянный макет памятника внимание в натуральную величину и определяет место установки после открытия у молодежи появляется новая традиция не только встречаться у памятника маяковскому чтобы общаться на литературные исторические искусствоведческие прочие темы а просто даже читать стихи и не обязательно маяковского периодически эта традиция возрождается 2007 год начинается эра смартфонов и борьбы смартфонов разного образца в продаже первый айфон он анонсирован стивом джобсом еще в начале года название iphone образовано от английского фон с добавлением буквы аль на презентации джобс заявил что это сокращение слова интернет а также сказал что эта буква означает для нас и другие вещи ну например показал слайд со словом индивидуал аппарат быстро завоевал существенную часть рынка смартфонов сша формально в россию он не поставлялся изначально не имел поддержки русской локализации и был заблокирован на американского оператора связи хотя никто не отменял серых вариантов а уж какие слухи об этом аппарате тогда ходили в стране первый же яблочник официально продававшийся в россии это iphone 3g ну а стоимость аппарата всегда была гораздо выше чем его начинка может быть потому что денег стоит не только внутренне но и внешний мир пускай даже смартфона но еще об одном событии подробно в 1561 году в москве завершено строительство храма василия блаженного он был возведен во знаменование взятия в 1552 году казани столицы казанского ханства говорили что иван грозный якобы приказал ослепить зодчих чтобы те более нигде и никогда не могли воздвигнуть нечто похожее на это чудо но это только легенда до конца 17 века собор был самым высоким зданием москвы его высота 60 метров образ собора не расставил тупик иностранцев как только его не называли и гигантским кондитерским изделием и слеплением сталагмитов и зданием из облаков причудливо окрашенных солнцем храм василия блаженного неоднократно страдал от огня и грабежей отступая например наполеон приказал даже взорвать мечеть так он почему-то назвал собор но этот приказ не успели ли забыли выполнить второй раз бог спас собор 30-е годы уже при советской власти он уцелел только чудом а еще двадцать девятом году прошлого века храм был закрыт тогда же были сняты колокола их стали вновь собирать только в 1990 году ныне храм василия блаженного филиал государственного исторического музея россии и еще настоящее название храма собор покрова пресвятой богородицы что на рву с вами был николай пивненко в проекте дата